К нашему эфиру присоединяется Наталья Пелевина, оппозиционный политик, член Политсовета партии Парнас. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уж прошу прощения, процитирую в начале нашей беседы Путина. Западные алгоритмы искусственного интеллекта демонстрируют ангажированность, в кавычках, по отношению к России. Наталья, а вот Путин, он понимает вообще, о чем он говорит? Как может искусственный интеллект что-то игнорировать или быть заангажированным? Или может быть искусственный интеллект сутороссийским? Или может быть Путин все-таки усматривает некую опасность для диктаторского режима со стороны искусственного интеллекта? Ну, я не уверена, что он понимает это раз. Даже если он понимает, он в своем сегодняшнем положении будет гнать любую чушь на потребу российского народа. То есть вот он уже поставил российский народ на вот это вот рельсы понимания, в кавычках, понимания, что весь мир против России. Но вот он будет это, значит, дальше постоянно повторять в любом контексте. В том числе, когда речь идет об искусственном интеллекте, что вот и искусственный интеллект тоже, значит, работает против нас. Я думаю, что это вот просто вот, так сказать, уже такая абсолютно огульная история дальнейшей вот этой... Даже уже это не пропаганда, это просто вот та параллельная реальность, которая создана в России и которая устойчиво держится. Тут опять же мы можем сказать, что это у режима есть сейчас необходимость таких мер, они тут чувствуют угрозу. Либо тут еще есть, возможно, какой-то такой личностный момент, ведь мы знаем о том, что Путин, он небольшой любитель вот этих новых технологий, каких-то смартфонов и всего остального. Нет, ну режим тоталитарный всегда испытывает некоторую угрозу, поэтому он учиняет репрессии, затыкает всех несогласных и так далее. Поэтому это по определению так, да, то, что тоталитарный режим в таком состоянии состоит, находится от начала и до конца. Но что касается этих технологий, мне кажется, что поскольку это настолько чуждо для России, которая, в общем-то, абсолютнейшим в хвосте по этим технологиям, как мы знаем, все серьезные умы в этом, так сказать, направлении, в этой сфере давно уехали, давно создают все умное и талантливое и перспективное в других странах, чаще всего в Америке. Поэтому там, естественно, галяк. Поэтому, естественно, и отношение вообще к этой сфере, оно такое, ну, у нас это не получается, будем делать вид, что на это вообще и не очень-то и хорошо. А это тоже свойственно, в общем-то, путинскому режиму. Ну, как бы, не могу не процитировать снова Путина в продолжение ваших слов. Опять же, ну, извините, что нашей стране нужны, опять-то цитата, собственные разработки на основе традиционных ценностей, да. Ну, на какие разработки, собственно, способна современная Россия, вы уже сказали. То есть, ну, с моей точки зрения, как вы согласитесь или нет, это просто желание, опять же, тотально контролировать и эту сферу со стороны Кремля. Да он-то контролировать хочет что угодно, но здесь уже, как бы, понятно одно. Он гонит любую дурку. Сейчас уже вообще вот даже сидеть, разбирать его слова, как вы правильно говорите, вот там сейчас, извините, я, типа, еще раз процитирую этого чмыря. Ну, потому, извините за выражение, такие тоже я себе позволяю, но они, мне кажется, наиболее, так сказать, прилагаемы в данном случае. Поэтому он просто будет повторять что угодно. Какие традиционные ценности на сегодня в России – это Дугин и его рассказы о том, как надо водить хороводы вокруг костра. Поэтому на фоне этих хороводов вокруг костров какие IT-технологии, да. И тем более вот на этих самых как раз традиционных ценностях. Поэтому, ну, это такая вот, просто открывает рот человек, шел говорить, мне кажется, далеко не все уже и слышат. Даже в России, мне кажется. Говоря по поводу развития новых технологий, искусственного интеллекта и всего остального, тут, знаете, на что я хотела обратить внимание. Не так давно в Россию приезжали гости. Это лидеры Китая, лидер также Северной Кореи. Ну, обе страны, что называется, отличаются в плане как раз цифровой изоляции. Ну, судя по вот таким вот заявлениям и каким-то перспективам, прогнозам, вижу, что визиты прошли не зря. Возможно, и поделились опытом. Что об этом думаете? Ну, опытом-то они, безусловно, делятся. В этом сомнений никаких нет. В разных сферах, в IT-сферах в том числе. Да, речь идет периодически, как вот эта тема поднимается снова о том, что там заблокируют в России интернет по принципу Китая, что те делятся технологиями в этой сфере. Ну, вполне возможно. Но, честно говоря, наблюдав за народом России последние вот эти трагические полтора года, я бы не преувеличила значимость в России интернета. Потому что все эти полтора года был интернет, была вся информация и массовых протестов ни против войны, ни против Путина не было. Поэтому я не знаю, насколько вообще, тем более, что сейчас Путин явно пересберется. Он считает, что дела совсем неплохи у России, в том числе, как они считают, на фронте. Поэтому, насколько уж после полутора лет просто самых кошмарных, когда был интернет, нужно будет отключать интернет уже, когда вроде как для Путина, скорее всего, ситуация, к сожалению, огромному стабилизируется после марта и после выборов. Мне кажется, в этом большой необходимости не будет. Все, что они могли зажать, пережать, они зажали, пережали. Кого могли посадить, кто был на территории России, посадили. А самое главное, с чего я начала ответ на этот вопрос, что, к сожалению, к большому народ России альтернативную информацию по собственному желанию не ищет. Кстати говоря, если о потребителях как раз вести речь, то вот Китай уже упомянутый, там заблокированы некоторые социальные сети, которые в России сейчас тоже к ним ограничен доступ. Но в Китае еще, кроме того, VPN-сервисы тоже блокируются, чтобы как раз не могли получить граждане доступ к тем самым социальным сетям. Вот, возможно, опять же, вот это какая-то, ну не то чтобы это протест, да, но то, что находят сейчас в России люди, которым нужен доступ к тем или иным социальным сетям, возможность туда попасть и что-то там постить, и вести страницы. Возможно, вот это тоже не понравилось режиму, и сейчас как-то пытаются отрезать вот эти вот возможности, но ведь в таких социальных сетях можно на самом деле какую угодно найти информацию, и с кем угодно пообщаться, ну и, скажем так, получить, опять же, невыгодную абсолютную информацию относительно того, как у России сейчас дела обстоят. Ну да, но вы правильно говорите, что VPN в России есть, кому надо, его установили, кто хочет иметь доступ к сайтам, к соцсетям, которые запрещены в России. Эти люди пользуются и так. Остальные обходятся без, и им как бы не сильно много надо. Я лично знаю довольно много людей, которые говорят, ой, я туда не залезаю, зачем мне, то есть сил нет, люди выживают, да, далеко не все вот вообще заинтересуются правдой, что называется, это огромная трагедия, это то, почему Путин до сих пор у власти. Но это так, и поэтому хотят ли они ограничить VPN вот для той маленькой категории людей, которые хотят владеть информацией, и потенциально, конечно, это самая активная часть населения, это та самая часть населения, которая, если что, потенциально, повторюсь, то есть гипотетически может хотя бы что-то предпринять, выйти на улицу и там что-то сделать. Конечно, для этой вот совсем маленькой группы, может быть, они что-то с VPN-ом и начнут его, там что-то, да, запрещать его там, отключать, уж не знаю, какие там технологические возможности они для этого имеют или будут иметь. Поэтому это не исключено. Но, повторюсь, мне кажется, к большому, говорю это, к сожалению, что общую картину наличия интернета, наличия VPN-а в целом, к сожалению, не меняет. Ну вот в контексте хотят-не хотят, да, то есть наличие интернета, да, тут не сильно играет роль, но вот в этом вопросе, да, хотят-не хотят, очень показательная ситуация, о чем мы говорили перед беседой с вами, с самарскими студентами, когда сдавайте, мол, электронные сигареты, там микрочипы для беспилотников наших, все для фронта, все для победы. Ну, я понимаю, что беспилотники там достаточно примитивные технологии, что и электронные сигареты могут им помогать делать эти сбросы там и так далее. Но вот с моей точки зрения, это, скорее всего, агитка, да, рассчитанная больше, да, на примитивные мозги. Насколько это может работать? То есть мозги, на самом деле, тогда мы можем похвалить Путина, на самом деле он зомбировал большую часть России. Или все-таки не большую часть России? Вот всегда этот вопрос мы поднимаем в любых беседах и никогда не знаем на него ответ, по большому счету. Потому что мы не знаем, какая часть населения, оценить еще очень трудно, какая часть населения полностью зомбированный, верит в общий нарратив кремлевский, а какая часть просто сидит, терпит, но не хочет ничего с этим иметь особо уже общего. Потому что не верит, не понимает причин этой войны. Конечно, главное событие, главная трагедия – это война. Невозможно оценить совершенно. Если говорить о молодежи, то какие-то вот... Иногда там наши, в том числе людей, которых я знаю, которые остались в России, специально, чтобы проводить небольшие опросы на улицах, так из-под тяжка почти что, для того, чтобы ну как-то чуть-чуть понимать настроение. И по этим опросам, когда молодежь, извиняюсь, отвечает, то часть из них, и вот в этих опросах часто их блерят, их лица, чтобы они не попали под какую-нибудь статью, они отвечают вменяемо, что все плохо, но вот, к сожалению, я сейчас не могу уехать, а вообще хочу, собираюсь, и мои там друзья тоже. А кто-то совершенно открыто, радостно говорит, да у нас прекрасная страна, да у нас, посмотрите, какой город. Абсолютно, причем вот искренне этот человек говорит. Не потому, что у него там пистолет по КСКу подставили. Поэтому здесь абсолютно смешанные настроения. Как я понимаю, какой из них победит? То есть победит ли вот это то, которое тянет дальше страну в болото? Я имею в виду даже молодежь с этими сигаретами, которые они хотят отобрать. Которые будут, какая-то часть будут отдавать, а какая-то часть будет говорить, да нафига, это вообще орудие убийства потенциально и все остальное будет. Поэтому какая победит, пока мы не знаем. Поэтому мы в таком вот подвешенном состоянии. Конечно, для людей, вот, нормально мыслящих, трезво, и, может быть, даже способных что-то сделать, все равно есть вот этот блок вот этого страха, что, а у меня еще не выйдет, а я сяду в тюрьму. Это вот та самая дилемма для всех активных людей в России. Именно поэтому пока еще, к сожалению, эта часть населения не победила, не смогла сделать этот прорыв, который необходим для того, чтобы этот чудовищный режим наконец-то поимел коллапс, закончился. Наталья, вот, кстати, как вам предложение губернатора Хмау заменить чиновников нейросетями? Мол, президент есть и хватит, ну, а с остальным справится искусственный интеллект. Но, опять же, это все в контексте как раз ограничения цифровых технологий внутри России. Как вы думаете, достаточно ли искусственного интеллекта для того, чтобы управлять государством? Ну, как показывает политика России, достаточно иметь вообще просто отсутствие интеллекта тоже нормально, значит, работает на сегодняшний день. Никаким интеллектом те, кто сейчас управляет страной, не владеют, не обладают. Поэтому здесь, конечно, если так не шутят, то женщина просто хочет максимально, там, карьеру она пытается, видимо, делать, она так считает. Поэтому она максимально глубоко хотела, значит, лизнуть с сегодняшней власти. Ну, а то, что все они абсолютно, я имею в виду, на местах абсолютно бесполезные с точки зрения их изначального применения, а должны не работать на благо людей, с точки зрения этого они совершенно бессмысленны и бесполезны. Их можно заменить не искусственным интеллектом, а собачкой бродячей. И тоже будет практически тот же самый эффект. Поэтому в этом смысле, да, мы права.